всем привет любители хороших мобильных фотографий не боюсь я вот сколько бросаю так мне это нравится всем привет любители классных мобильных фотографий понятно что многие фотографируют на iphone многие на samsung многие на сяоми но мне нравится пиксель мне реально нравится пиксель и наконец-то попал в мои руки пиксель 7 pro и пиксель 7 но я не буду между собой сравнивать на самом деле отличие есть реально во первых батарейка меньше во вторых 90 герц несчастных в конце 2022 года google вам не стыдно но что такое 90 герц на семерке экран на семерке про поинтереснее лтпо на это тот же amoled просто он лучше работает частотой обновления до 120 герц ребята кроме того у меня же на руках вот мой замечательный любимый google пиксель 6 я очень люблю этот телефон мне он нравится ну знаете лучше враг хорошего и безусловно поярче побелее получше я это вижу чем шестерки но и шестерка на самом деле меня полностью устраивает основное отличие еще какое кроме того что 90 герц и 120 герц в этих моделях размер экрана разрешение экрана либо 1440 либо 1080 можно выбрать здесь на самом деле это сам как говорится от лукавого смысла я не вижу на мои глаза мне прекрасное зрение я вижу какого-то большого смысла использовать такое высочайшее разрешение с такую плотность пикселей на таких маленьких экранах ну да ладно поэтому откладываем семерочку сторону у него батарейка поменьше кстати меньше чем шестерки реально зарядка здесь просто какая-то отстойная 20 ватт в семерке там 30 напомню шестерки было ватт и это было мало здесь 20 проводная зарядка которую нет комплекте максимально поддерживать а здесь 23 ватта беспроводная зарядка зарядка пиксель 7 pro это беда почему потому что телефоны уже там 66 ватт 120 ватт 90 ватт но по стоимости то извините он 70 тысяч стоит крошка цены могут сильно меняться вниз вверх ссылка вниз вверх ссылка вниз вверх ссылка под видео но это конечно как-то странно единственная радость это беспроводная зарядка 20 ватт на поддерживается и в семерке в семерке про беспроводных можно зарядить при желании можно и с этого телефона дать заряд другому устройству наушникам часам или чего там еще нужно вам заряжать по лишнему виду но по сравнению с шестеркой по-моему то же самое единственное поорганичный поинтереснее стал блок камер он действительно изменился стал более воздушным что ли но без чехла сюда также пыль и грязь забивается это решение google не исправила но я честно говоря не парюсь все равно в бампере нашего в бампере ничего уже не забивается но мне нравится даже этот дизайн чтобы вы понимали мне 6 пиксель зашел пусть начали отчета говорил островатый край до фигня все это на самом деле хотя бы ты в руках держишь устройство которое не похоже на 80 процентов остальных телефонов независимо от марки понимаете это хотя бы самобытный интересный сохранилась защита от воды и пыли ip68 скругление есть но она совсем маленькая поэтому всем тем кому не нравились скругление углах на разных телефонах радуйтесь вы теперь можете взять флагманский пиксель топовый google и никаких скруглений нет рамочки относительно небольшие ну все равно бывает и еще меньше делать производителя но это я уже придираюсь на самом деле нормальной рамки экран 6 7 дюймов quad hd разрешение высочайшая плотность пикселей лтп о экран который умеет работать правильно и лучше чем обычный у лет это тоже о лет но он лучше работает с обновлениями то есть когда смотрим фильмы 24 кадра в секунду 24 кадра и покажет понятно что это такой вопрос дебри какие-то куда мне лезть самому и не хочется тут уже нужно быть хорошим специалистом я могу быть хорошим специалистом в этом разобраться и все вам рассказать я скажу так чисто субъективно одинаковые настройки цветопередачи максимальная яркость автояркость отключена включена высокое обновление экрана ребята но семерка про она в чуть-чуть поярче если же мы говорим шестерка я вначале думал что почему-то даже семерка на порядок выше но на самом деле не сильно то она ярче вот на камеру может быть кажется что шестерка тусклая нифига шестерка прекрасно работает на улице при ярком солнце здесь также у лет дисплей все хорошо но семерка поярче 7 плюс еще ярче при том пиковая яркость 1500 в обоих номинальная яркость база 1000 нит это но это реально круто это очень много экран раскален так и должен быть по факту телефон достаточно увесистый более 200 грамм весит но здесь хотя бы батарейка 5000 миллиампер час это здорово так и должно быть телефон ну в руке не скажу что он огромный 6 и 7 дюймов все-таки много но я бы таким пользовался безусловно я купился 7 плюс но мне тупо жалко денег я подожду и надеюсь со временем он упадет цене и вот тогда я заменю как основной телефон свою шестерочку на 7 pro почему быстрая зарядка на самом деле беда там 20 здесь 23 ватта но все-таки мелочь в основном аккумулятор наконец-то я я хочу верить что этот телефон с утра до поздней ночи теперь нормально будет жить на чистом андроиде а вот по камерам вы ждете когда же ладно все детали на самом деле там металлический корпус victus с обоих сторон как и на шестерке то же самое до камеры они хочется рассказать ребята но пятикратный зум это классно по-моему такой же 6 pro был без потери качества пятикратное приближение основное отличие шестеркой очень важно и кстати семерка они абсолютно в этом одинаково теперь можно записывать 4к 60 fps на любую камеру хотите на основную она по-моему такая же как и на шестерке 50 мегапикселей светосила 1 и 9 но теперь вы на широкоугольную камеру 4к 60 fps запишите а это качество фронталки 4к 60 fps ну это что-то плюс приблизить можно 1 и 4 приближения но очень клёво давайте пройдемся стабилизацию но по крайней мере на экране этого пикселя смотрится великолепно просто зачет звук выключился классно включился шикарно так и должно быть то есть то что я сейчас показал это снято все на google пиксель 7 pro мы тестировали кстати наушники с костной проводимостью звука советую посмотреть ссылку оставлю под видео и в конце видео ну и немножко фотографий плюс как всегда оригиналы лежат по ссылке под этим видео приятного просмотра продолжаем теперь вы и на фронтальную камеру 4к 60 fps запишите видео если вам это важно шестерка так не умела что еще не умела шестерка это разблокировать какой-то бред но она не умеет разблокировать с помощью фронтальной камеры здесь такая возможность и в семерке и в семерке про есть мало того можно сделать поставить галочку чтобы разблокировал сразу либо свайп еще это удобно сканер отпечатка такой же ну в меру быстрый под экраном все это есть процессор знаете 7 pro прошел изумительно троттлинг тест как и должен шестерка спотыкается я думаю с охлаждением здесь дела получше за счет пусть аккумулятор больше все-таки места наверно больше ну короче короче семерка про прошла так как и должен флагманский аппарат проходить тесты безукоризненно семерочка есть вопросы но вы не заметите это в реальном использовании поверьте мне быстрый шустрый приятный камеры ребята повторюсь по-моему такая же камера с хорошего реально фронталка стала еще лучше прям огненная на мой взгляд просто офигенное качество и размытие прекрасное и видео и фото с фронталки полный порядок а вот фото честно скажу я не делал одинаковые фотографии на шестерку на семерку и на 7 pro это сделаю чуть позже и будет сравнение обязательно но чуть чуть позже я могу сказать так фотографии такие же прекрасные как на шестерку я не вижу какого-то прогресса до семерочка еще и вот кстати обновить камеру написал со временем возможно фотки станут еще лучше но и сейчас купив что семерку что 7 pro вы получите просто невероятную детализацию классные фотографии это мое мнение но мне кажется по моему мнению пиксель снимает лучше всех просто пиксель это тот аппарат который вытащил сфотографировал неважно ты едешь в автобусе туристическом ты идешь по улице ты не хватает тебе света в помещении всегда хорошая фотография всегда об этом говорю и по моему широкоугольная стала также лучше безусловно качество видео стало еще на широкоугольный лучше а теперь 4к 60fps основная широкоугольная также можно зуммирование использовать двукратный и пятикратный зум отлично но аккуратненько развернемся это 4к 60fps пройдемся еще основная камера и широкоугольная камера прекрасно все с другой стороны я на шестерку стримы провожу я на шестерку влоги снимаю full hd офигенное качество для 2000 для конца 2022 года кстати у нас смотрели на мощном компьютере игровом фактически для монтажа и стоят все кодеки он не смог видео проиграть картинки нет короче windows надо рыться кодеки какие-то нужно обновлять это странно компьютер то вообще собрали полгода назад все в некоторых случаях кодеки даже windows просит купить но это к слову и на самом деле в программах монтажа шестерка например моя и семерки также уверен будут google свои какие-то алгоритмы можно в настройках порыться там кодеки все это можно в настройки зайти но на самом деле это неудобно в некоторых ситуациях на компьютере видео могут не открыться программе монтаже видео могут не открыться лечится это последними версиями кодеков и последней версии монтажной программы что я собственно и делаю да вы скажете давид посмотри в настройках вот я все это уже на пиксели шестом проходил если мы заходим в настройки конечно можно эффективный алгоритм сжатия сохранять видео 265 и можно сделать 264 речь но это не помогает google идет своим путем по факту вы спросите давид а стоит ли вот ну сейчас обзор по 7 pro да у меня на семерку кстати обзор уже вышел посмотрите я там свое первое мнение о пикселях вообще высказывая если у вас к примеру там 6 про стоит ли менять на семерку стоит ли менять если у вас шестерка там на семерку или сразу на 6 про я не уверен честно скажу потому что качество видео и там прекрасная процессор google tensor 2 да ну те же 5 нанометров тоже тротлинг на семерке споткнулся батарейка не знаю честно экран чуть ярче да еще отличие важное и семерка и 7 pro динамики стали лучше телефон этот ему два месяца он динамики не забились грязью ничем нормально все но объективно здесь четче и лучше звук если для вас вдруг это важно прям динамики вообще классные ну так и должно флагмане быть стоит ли менять крепко надо подумать но безусловно если у вас 4 а у меня еще 4 пиксель был он до сих пор работ рабочий у меня восстановленный он утопленных был полгода лежал я его починил четверки с пятерки стройки со всех короче пикселей кроме 6 с пятерки тоже можно конечно же особенно если вам не важна какая-то дикая автономность не нужен пятикратный зум то можно и семерочку взять он покомпактнее 6 и 3 дюйма будете довольны сочный экран приятный правда 90 герц обновления это 120 лучше просто видно но вы получите ту же самую фотокамеру то же самое видео ту же самую фронталку ту же самую запись 4к 60 fps единственно батарейки 4 300 здесь 4 500 ну 23 ватт зарядка 20 ватт на слезы просто комплекте ничего нет поэтому обновляться стоит если вы любите пиксели с тех моделей шестерки крепко подумайте крепко-крепко знаете на этом у меня все что одно и то же повторять впечатление все-таки скажу еще раз важно изменилась безусловно по сравнению шестерка особенно в про модели это появилась это большая емкость батареи это реально по сочнее немножко но все-таки видно экран более белый более сочный чем на семерке чем на шестерке безусловно лучше динамики стали в остальном это в принципе тюнингованная версия да скажешь на там же процессор новый тензор 7 google на самсунговый кстати процессор если ничего не путаю производитель но он классный даже в сестерке меня этой производительности мощи хватает за глаза я на нем запускал игру не просто не игра нормально бегает по все хорошо но безусловно есть желание купить пиксель берите пиксель вы будете довольны я не могу сказать что он пустой есть и настройки цветовой температуры есть настройки управления жестами кстати в четверочке было прикольно грани сжимаешь я пользовался иногда здесь двойное постукивание это все работает единственное они до сих пор почему-то не могут сделать я не понимаю почему вот это то есть он дисплей нет графика включения выключения такая простая функция но здесь он либо работает постоянно о чем настройках уведомляет тебя расход батарей будет выше но почему вы не сделаете расписание это же так просто возьмите будильник скрестите с этой программой на такой потребительский взгляд будильник же можно ставить когда звонит таймер и сделайте то же самое все другие бренды умеют эти не умеет он либо всегда горит либо выключен знаете на этом у меня все я не планировал делать сравнение между двумя телефонами но так получилось рассказал про семерку и про семерку про еще раз наконец-то мне не хватало шестерки разблокировку с помощью фронтальной камеры она теперь появилась мне не хватало в шестерки высокого качества видео на широкоугольную камеру она здесь появилась мне не хватало 4к 60 fps в некоторых ситуациях на шестерки на фронталку честно я бы не стал так писать но все-таки здесь это есть иногда можно воспользоваться а менять или нет решайте сами но на старые безусловно семерочки прикольные скажу самое заключение так это все-таки на мой взгляд тюнингованная слегка версия google пикселя 6 вот и все что я хотел вам донести на этом сегодня все подписывайтесь на youtube канал артстайл подписывайтесь на дзен канал артстайл обязательно читайте мои статьи на яндекс дзен я многое активно пишу людям нравится огромное количество комментариев прям ну получается у меня писать вот о том о чем вижу писать хорошо приглашаю вас на свой дзен канал восстанавливаем он был два года заблокирован сейчас разблокировался счастливо друзья будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны